Если я один остался на этой стойке, это означает то, что моя Антонина уже с гостем, которого я готов представить. Алексей Давыдов, победитель проекта «Акулья Сушка». Алексей, доброе утро. Позвольте начать с вводного вопроса. Как началось ваше утро нового дня? Утро нового дня началось на работе в телерадиокомпании «Крым». Алексей, скажите, а утро до проекта «Акулья Сушка» и после этого проекта теперь отличаются? В общем-то, да, конечно. Потому что режим питания – это залог успеха, если ты участвуешь в таком проекте, как «Акулья Сушка». И, соответственно, тот завтрак, который был до того, и тот завтрак, который происходит сейчас – это абсолютно две разные вещи. Причем разные принципиально. Вы могли бы открыть секрет, чем отличается нынешний завтрак от прошлого? Тот завтрак, который прошлый, он, как говорится, был от случая к случаю. То, что есть, то и шло в ход. Сейчас это стабильно, это каша, это изюм, это курага, это мед. И, соответственно, вот такой вот энергетический завтрак, он, как говорится, позволяет быть в тонусе весь день. Скажите, я знаю, что потеря веса – это всегда для многих, по крайней мере, в частности. Сам каюсь в этом. Довольно мучительный процесс. Тяжело ли вам далась ваша победа? Тяжело далась победа, потому что, когда начинаешь перестраивать организм в новый режим, а новый режим – это было очень такое жесткое времяпровождение. Во-первых, само по себе питание менялось. Это всегда мучительный процесс, к этому всегда очень долго привыкаешь. А во-вторых, когда идут тренировки по шесть раз в неделю, это достаточно еще серьезная физическая нагрузка. Поэтому, конечно, все это давалось довольно-таки непросто, прямо скажем. Ну, знаете, Алексей, по себе лично знаю, что самое сложное – это сделать первый шаг и отправиться в спортзал, либо действительно перебороть себя. Какая большая сила воли. Может быть, есть какой-то рецепт, есть какой-то совет для наших зрителей, как сделать этот первый, самый важный шаг? Ну, прежде всего, конечно, это определиться с тем, что тебе это надо. Потому что, если это дань моде, если это просто «а вот почему бы мне не посидеть на диете и не походить в спортзал с понедельника, с 1 января или еще с какой-нибудь даты». Это все, в принципе, как правило, не работает. Только тогда, когда ты уже понял, что тебе это необходимо. Только тогда, когда ты уже настроился и принял это очень важное в своей жизни решение. А для таких людей, как я, вот Александр, знает, как человек с медицинским образованием, что у таких людей, как правило, метаболизм очень медленный. То есть усвоение, обмен веществ идет тяжело, и, соответственно, все это отражается на лишнем весе. То есть нам как бы очень тяжело сделать этот первый шаг, очень тяжело идти. И поэтому здесь важно желание уже оформившееся, уже серьезное и окончательно принятое. Сколько килограмм вам удалось потерять? Если говорить в проекте, то вот у меня здесь диплом победителю Акулии Сушки. Здесь указан результат. 33 килограмма 600 грамм, но уже чего уже тут скрывать? Проект закончился реально достаточно давно, уже прошло определенное время. Сейчас этот уже результат за 40 килограмм ушел. А вы могли бы показать этот прекрасный диплом, чтобы все наши зрители видели, сколько усилий результат нашей победы? Это, в принципе, тоже может являться мотивацией. Кто-то может, значит, и я тоже могу. И, в принципе, да, главное правильно себя настроить. А я хотела узнать, сейчас вы продолжаете по такому же принципу жить? Шесть тренировок в неделю? Сейчас, да, конечно, продолжаю. Потому что, знаете как, сбросить вес, это по большому счету не так уж и сложно. Самая такая тяжелая задача, которая, ну, ранее мне не давалась, увы, это его удержать. Потому что, когда ты вроде бы выходишь, вроде такой на эйфории, что потерял много веса, ты победил, ты молодец, и сразу же хочется эту победу каким-то образом отметить. Тортиком. Ну, не обязательно тортиком, но чем-нибудь таким, чем раньше ты себя не баловывал. Скажите, алкоголь запрещен? А алкоголь, я вообще, в принципе, противник алкоголя. Я 16 лет назад от него отказался и, в принципе, прекрасно себя чувствую и другим советую. Ну, то есть, подождите, у вас прям строгие ограничения, ничего сладкого, ничего мучного, или все-таки что-то есть, какое-то интуитивное питание? Нет, сладкое, мучное, это однозначно, с этим необходимо будет попрощаться. Ну, а в дальнейшем там уже есть разные системы питания, потому что организм человека, это все-таки штука индивидуальная, и здесь каждому что-то подходит больше, что-то подходит меньше. Здесь нужно искать, здесь нужно пробовать, и даже если где-то ошибся, всегда можно скорректировать. А на проекте за тобой смотрят тренер, квалифицированный, опытный, который всегда тебе подскажет, всегда тебя направит. Вот я, допустим, очень благодарен Роману, своему тренеру из клуба «Альбион», который, в общем-то, и его заслуга вот в этом результате, она очень-очень велика. Но, Алексей, признайтесь, был срыв хоть раз в начале, в конце, в середине? В проекте не было вообще ни единого срыва, ничего я себе не позволил. Наоборот, чем ближе к финишу, тем становилось все жестче. Как я последние 10 дней подходил к финишу проекта, я рассказывать не буду, потому что, скажу честно, так худеть нельзя. Это, скажем так, серьезная нагрузка для здоровья, и поэтому я об этом рассказывать не буду. Но здесь это было соревнование, и тут, конечно, в очень жестких рамках мне пришлось себя держать. Алексей, ну и, к сожалению, время подошло к концу. Напоследок, три главных каких-нибудь правила, которые вы рекомендуете нашим телезрителям для, скажем, здорового питания и правильного похудения. Если брать вот именно режим питания, я, конечно же, советую не есть поздно. То есть, если вы уже, как говорится, настроились, постарайтесь не есть, но как минимум не позже 19.00. Некоторые после 18.00 предпочитают не есть, но я, допустим, не ем после 19.00. Потом постарайтесь, чтобы питание было дробным, то есть распределите в течение дня по 5 раз. И, конечно, вот я очень и очень советую передерживаться принципа раздельности, потому что белки всегда нужно есть отдельно от углеводов в разные приемы пищи. Вот это три основных совета, которые я хотел бы дать. Ну, мы вас еще раз поздравляем. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. И напоминаю, что в гостях у нас был победитель проекта Акулия Сушка Алексей Давыдов.